Ну вот он мой барсик, вот он мой котенок, красивый, голубоглазенький такой, красотулечка. Девочки, в общем капуста у меня сварилась, я обычно ножичком протыкаю, если она уже не твердая, значит она готова. Так, Настя пробует, снимаем реакцию Насте, подуй только чуть-чуть. Мотаюсь быстрее по ошану, смотрю пока людей немного, думаю, надо быстренько прошвырнуться. Вот хорошо, что есть вот эти наверху красные указатели, где можно прочитать то, что нужно и найти тот ряд. Зашла в отдел чая и растерялась, такой огромный ассортимент. Всем доброе утро, девочки мои, сегодня я не с окна вам снимаю, доброе утро, потому что я тут уже вся в делах, Настя пришла, сегодня Настя со мной тоже целый день находится. Вот, и я вам только что ночью сегодня монтировала видео светофор, только что опубликовала его, и в общем сейчас освободилась, и надо кое-какие домашние дела поделать. А что я хочу сказать за это видео, ну, к сожалению, получилось не совсем так, как я хотела снять. Я надеялась, что там не будет такой громкой музыки, при том, что там вот эта музыка вся, которая у меня заблокируется Ютубом. Пришлось мне звук убрать, и, в общем-то, без звука это все снимать. Ну, конечно, если бы я как-то что-то комментировала, было бы поинтереснее. Ну, в любом случае, поиска совершилась, что сняла, то сняла, как получилось, так получилось. Во всяком случае, кто там ни разу не был, вы увидите, какие там большие вот эти вот все упаковки, все в больших количествах упаковано, даже вот эти гели для стирки там по 3 литра, макароны там всякие по 3 килограмма, в общем, все в больших упаковках. Ну, что-то есть еще и в небольших. Ну, в любом случае, кто там ни разу не был, вы увидите, какой там есть товар, и цены там я, в общем, старалась показать практически почти что все. Вот, ну, а на сегодняшний день, что я хочу сказать, я никак не могу до своих болгарских перцев добраться. Вот я уже думаю, сейчас просто их надо быстренько порезать, порезать в контейнер и в морозилку кинуть, пока они еще не испортились. Вот, сварила я там уже картошечку, мы с Настей покушаем картошечку, там яйца все. Смятку сварила, она любит смятку, прям просит, чтобы я варила ей. Вот, ну, и в общем, что мы будем сегодня делать, я еще пока не знаю, пока что я вот так вот вся в этом самом. Увидите, погода сегодня немножечко наладилась, ну, как наладилась, прохладно, в общем-то, но в любом случае, сегодня нету ветра, по крайней мере, и солнышко чуть-чуть светит. Наверное, вам нужно показать. И еще, я доделала барсика своего, девочки, я вчера сидела до 12 ночи, уже оставалось чуть-чуть-чуть-чуть, думаю, ну, надо уже доделать, добить, потому что уже вот сегодня я понимала, что мне не будет времени этим заниматься, и там осталось малость уже, я уже доделала, в рамку все это воткнула этого барсика, повесила пока сейчас на стенку, ну, там, где гвоздики у меня были, там у меня картины сейчас и висят. Я пока еще все это не перевешивала, я буду еще все перевешивать, все еще как-то переделывать. Пока что висит все на тех гвоздиках, которые есть, и новые картинки туда еще какие-то добавятся. Вот, давайте я вам сейчас покажу. Ну, вот он мой барсик, вот он мой котенок, красивый, голубоглазенький такой, красотулечка. Ну, сейчас пока что картинки висят в таком, в непонятном разбросе, неровно, ну, потому что там, где гвоздики были, я новые решила пока что не прибивать. Вот такой вот барсик, отсветка от окна идет. В общем, ну, как переливается, конечно. Настя хочет с вами поздороваться, да, Настя? Всем привет! Всем привет! Так, давайте посмотрим, что у нас там в окне сегодня делается. Вы видите, как тихо вообще, не шелохнется ни один листик. 16 градусов, у меня градусник показывает. Ну-ка, откроем окно, посмотрим. Ну, классно! Ну, прохладненько, конечно, но осень есть осень. Самое главное, что вот сейчас нет ветра и хоть как-то светит солнышко. Не совсем прям небо голубое, но пробивается солнышко. Ну, все, пошлите делами заниматься, идемте. Пока Настюша у меня смотрит телевизор, попросила бабушка включить смешных котиков. Вот она смотрит смешных котиков, а я занимаюсь перцем пока. В общем, перчик я вот этот вот помыла. Тут у меня 9 штучек. Настя смеется, ей весело. 9 штучек я покупала, и вот, собственно говоря, 10 покупала. Один испортился, остальные нормальный. Вот такой контейнер хочу один сделать, я думаю, мне его хватит надолго, при том, что я редко варю супы борщи. Кубичками сейчас порежу и все, и все дела. Ну, вот и все, девочки, нарезала перчик. У меня тут получилось 2 трети. Еще можно будет несколько штучек докупить и дорезать. Ну, а пока что я все это убираю, вот так вот закрываю и в морозилку. На зиму хватит, я думаю. Девочки, обещала я вам показать из того, что я буду пробовать из светофора. Вот это вот салями европейская я взяла первый раз. И в светофоре. Целая палка, она вышла на 103 рубля. В общем, вот такая она в разрезе. Но я вам хочу сказать, что салями финская мне нравится больше. В общем, ну, так скажем, средней вкусноты. Ну, из-за того, что дешевая, я взяла на пробу. Ну, угощу еще кого-нибудь, в принципе, съедим. Ну, в общем, такую колбасу не очень-то люблю. Люблю больше там, когда жирки и все такое. В общем, скажем так, четверочку поставлю я с минусом этой колбаски. А вот это вот печь и молоко, то, что я брала. Настя сейчас дала на десерт уже после обеда. Очень вкусно. Я одну конфетку попробовала. Очень вкусная. Мне понравилась. Вот это пятерочку ставлю этой колбаски. Конфетка вот этим. Стоит эта коробка 99,50. Ну, почти 100 рублей. А здесь 600 грамм. Ну, в общем-то, нормально, мне кажется. Недорого цена. Девочки, распаковала вот этот набор перцев. Сняла пленку. Набор этот 228,50 стоит в светофоре. И, в общем, вот тут вот я уже вам показывала, какой тут ассортимент. Французские травы для курицы, чили перцев, смесь букет перцев, соль морская. Там еще есть, была брошюрка. В этой брошюрке, я смотрю, здесь просто описание, для чего нужны приправы. И вот каждая баночка, для чего, что, что, чего, полезная информация. Я думаю, что я ее почитаю, ознакомлюсь. Вот. И тут состав, в каждой баночке, что в состав входит. Французские травы. Соль морская, розмарин, тимьян, петрушка, горчичное семя, шамбала, эстрагон, паприка, базилик, чебер, да, или чабер, даже в очках плохо вижу. Ну и вот это вот состав всех. Соль пищевая морская, здесь только соль морская, все, больше ничего. Ну и также, что там содержает, пищевая ценность и все такое. Вот. Еще такие кронштейны, на которые это дело все можно повесить. Но я вешать не буду. Я поставлю это как раз у себя вот тут вот сверху на микроволновку поставлю. Вот здесь вот где-то будет стоять. Сейчас поставлю, посмотрим. Ну вот так вот симпатично все будет у меня стоять на микроволновке. Нормально смотрится. Девочки, мы смотрим мультфильм полноценный. Называется «Седьмой гном». Интересный. Девочки, купила Настя альтернативу алмазной мозаики. Только это гораздо легче. Это клеится руками, тут по циферкам. И вот такие вот квадратики отрываешь, они на липкой ленте. И приклеиваешь по цифрам. Ну это легче, чем тебе. Я вот это уже сделала и беленькое. Вот это без ничего. Вот такую вот фикс прайсе штучку купила. А вот это вот почему-то тут нарисовано так. То есть они одинаковые, тут никакого номера, а тут номер один. Номер это я написала номер, чтобы тебе было удобно набирать. Вот видишь циферка один. Вот тут вот я уже почти все сделала. Вот один, один, один. Вот видишь сколько тебе тут. Только с волосами закончила, а потом буду сидеть. Ну делай постепенно, тебя никто не торопит. Давай. Включила я фильм Чародейка. Не знаю, сейчас посмотрим. Тут мы посмотрели, мультик нормальный. А я решила приготовить цветную капусту. Сейчас ее надо отварить. Она поварится у меня минут пять в подсоленной воде. И потом дальше буду готовить. Девочки, в общем капуста у меня сварилась. Я обычно ножичком протыкаю. Если она уже не твердая, все, значит она готова. Я приготовила здесь яйцо одно. Просто перемешала, взбила. Панировочные сухари. Тарелочку. И включила сковороду, чтобы она уже прогревалась. Налила туда масло растительное, пустное масло. И сейчас я вот это вот хочу освободить от соцветий. Кочерыжку вырезаю. И разделить надо на соцветия. Вот эти большие соцветия, когда такие вот, ну я режу пополам. Ну, чтобы у меня такие были типа шарики. Вот так. И все. А потом просто яйцо в панировку и на сковороду. И вкуснятина получается. Я очень люблю вот эту капусту. Жалко, что ее здесь поблизости редко что-то стали продавать. Поэтому я была в Ашане, по случаю купила, чтобы вот это вот приготовить. С удовольствием вот это я поем. Она такая сочная получается. Вот такие шарики. Их можно есть вообще. И как отдельное блюдо. И вместо гарнира. И как угодно вообще. И просто как самостоятельно. И они даже холодные, остывшие. Очень вкусные. Если кто не делал, девочки, советую, попробуйте. Все. Вот так вот. Отделяю. Если там длинная кочерыжка, ну можно ее чуть-чуть укоротить. Хотя она тоже вкусная получается. Все. Вот так. Это будет такая цветная капуста. Она будет жареная в панировке, в сухарях. Попробуешь потом, скажешь, нравится, не нравится. Но я такое люблю, по крайней мере. Я сначала подумала, что это брокколи. Нет, это цветная капуста. Это не брокколи. Брокколи зеленые. Так. Ну все. Сковорода нагрелась. Начинаем жарить. Или еще не начинаем пока. Так. Я вот это крупное хочу еще немножко уменьшить. Слишком крупное. Мне очень не нравится. Так. Все. Вот это тоже. Так. Ну вот так более-менее вроде бы. Так. Ну вот так вот я обваливаю в яйце. Раз-раз. По-быстренькому обваляла в яйце. Обваляла в панировке. И сейчас на тарелочку все это поскладываю. Вот так вот. Потом быстренько покидаю на сковороду. Раз-раз-раз. Вот. И со всех сторон надо будет переворачивать, чтобы она равномерно подрумянилась со всех сторон. Оно тогда и симпатичное, и вкусно получается. Классно. Все. В общем, девочки, вот это вот готовится все очень быстро. Даже снимать было некогда. Вообще хорошо, когда готовят два человека. Один стоит на сковороде. Нужно постоянно переворачивать, чтобы оно подрумянивалось со всех сторон равномерно. Чтобы это вот видите, как грибочки получаются. Какая прелесть, да? Вот. Чтобы оно не подгорало и в то же время подрумянилось со всех сторон одинаково. А кто-то обмакивает, а кто-то стоит переворачивает. Масло должно быть раскаленным, чтобы оно быстро обжарилось. И быстренько снимать со сковороды. И закладывать вторую партию. Вот сейчас я Насте дам один вот этот вот попробовать. Одно маленькое соцветие. Вообще, она капусты не любитель. Но вот это не знаю, понравится или нет. Настя, иди сюда, пробуй. Да, иду. Так, Настя пробует. Снимаем реакцию Насте. Подуй только чуть-чуть. Может, оно уже подостыло. Так, ну и маленький кусочек и я сейчас попробую. Ммм, а мне нравится. Сочные внутри. Я их люблю еще с холодильника таскать, когда они холодненькие. Хрум-хрум-хрум. Покидала-покидала и наелась. Вкусно. А мне вот эта палочка и нравится. А соцветия нравится. Ну, соцветия кушай, а палочка можешь не кушать. Ну, ладно, Настя съест. Я Насте налила йогурт, который я делала в мультиварке. И добавила туда ложку варенья клубничного. Вкусно? С печеньком. Бери сладенькое печенье овсяное. С печеньком будет вообще вкусно. Я сама люблю такие завтраки. Правда, печенье сейчас мне нельзя. Как бы я на диете. Вкусненько. Вкусненько? Вкусненько. Мы с Настей как напали на эту капусту цветную. В общем, Насте это понравилось. Только единственное, что ножки вот эти я обрезала. Только соцветия она кушает с удовольствием. Ей понравилось. Доброе утречко, девочки мои. Сегодня хороший день обещает быть. До 19 градусов. Ну, погодка ничего. Рассвет такой только что у нас. Вчера вечером батареи затопило. В общем, прекрасно у нас. А я сейчас пойду искупаюсь и вернусь к вам. Ну, вот я и вернулась к вам, девочки. Уже искупалась и постиралась, и постельное поменяла. В общем, короче говоря, управилась. Все свои дела поделала. Позавтракала. И сейчас я собираюсь в Ашан. Написала я список. То, чего мне нужно купить. Ну, во-первых, мне не хватает немножко баночек. Очень надеюсь, что баночки будут такие же, которые я брала. Но те, которые я забрала последние. Не знаю, будут они или не будут. И вот эти квадратненькие. Тоже квадратненькие. Хотелось бы еще добрать. Ну, если не будет таких, посмотрю. Может быть, что-то будет приблизительно похожее. Ну, будут немножко разные. Ничего страшного. Написала еще кое-что. Там нужно посмотреть. В Ашане тоже взять. В общем, только в Ашан. Ни в какие другие магазины я не планирую заходить. Только чисто в Ашан съездить туда. Купить все, что нужно. И вернуться домой. Сейчас еще пока утро. Уже без 29 часов. На улице солнышко выглянуло. Сегодня денечек хороший. В общем, и в комнате тепло. Уже, видите, я с коротким рукавчиком. Теперь сижу спокойно, не мерзну. Ну, и на улице сегодня ветра. Ну, немножко ветерочек слабенький. Свежо, но не холодно. Днем, конечно, прогреется температура. Там до 19 вроде пишут. А утром пока что все равно еще прохладно. Поэтому в любом случае одеваю куртку. И, в общем-то, все, одеваюсь и выхожу на улицу. Хочется уже прогуляться. У меня сегодня свободный день. И поэтому я решила прогуляться, съездить в Ашан. И, в общем, докупить то, что мне нужно еще докупить. Все, девочки, вышла на улицу. В общем, солнышко это хорошо. Но ветерок временами как подует. Я правильно сделала, что куртку надела. Правильно. Раздеваться рано. Не рано, а уже все, поздно. В кардигане бы я замерзла. Так что куртка то, что нужно в самый раз. Сейчас, ой, люблю я выходным днем с утречка вот так вот выйти, прогуляться. Когда погода нормальная. Погода сейчас нормальная. Хорошая погода. Солнышко радует всегда. Так что давайте едем уже и погуляем. Вообще я люблю, конечно, в дни там гулять, когда людей там мало. Сейчас выходной день, суббота, народу, конечно, там будет полно. Ну, я... Самое главное, что я иду со списком. И я быстренько-быстренько хочу скупить все, что мне нужно. Долго там не гулять и... И домой сразу. Если будет музыка, буду по чуть-чуть снимать и все. Но, честно говоря, я когда монтировала видео от светофора, я была расстроена от того, что все видео у меня без моей озвучки. Вот. Ну, не выбрасывать же видео на помойку. В общем-то, я его оставила. Но мне такой формат не нравится. Я думаю, что многим из вас тоже это не понравилось. Вот. Ну, буду учитывать этот момент. Постараюсь исправиться. Так, ну что, девочки, я приехала. Уже время 10 час. А я смотрю, вот этот вход закрыт. И хотя Ашан работает с 8 часов. Значит, я теперь направлюсь прямо там, где вход в Ашан. Я думаю, он должен быть открыт. Как-то же надо же войти в Ашан. Пойду через парковку. Так, где-то там... Ну, вот в субботу, видите, утро. Еще парковка пустая. Потому что люди едут уже конкретно для того, чтобы покупать не только продукты, но и какие-то вещи, одежду. Вообще пустая парковочка. Ну и хорошо. Это даже здорово. Я по Ашанчику быстренько пройдусь. И это прямо классно. Взяла на этот раз вот такую тележку, девочки. Ну, вот какие-то емкости взяла. И опять вот эти штуки. Я взяла последние 4 штуки. Хотела взять 6. Ну, взяла еще других 4. Ну, ничего страшного. Они у меня в разных местах будут стоять. Мотаюсь быстрее по Ашану. Смотрю, пока людей немного. Думаю, надо быстренько прошвырнуться. И меня радует то, что тихо. Потом думаю, о, музыка-то не играет. Можно тут говорить. Я уже привыкла, что надо молчать. Говорить нельзя. Вот. В общем, короче говоря, даже вот специально надо искать ряд, где продаются вот эти вот пакетики для завтрака. Конечно, здесь большие расстояния. Пока их все пройдешь. Ну, радует то, что народу мало пока. Пока что тихо. Утро еще. Только утро утро ранее. Поэтому можно пока еще так спокойненько, не торопясь, пройтись. Посмотрю на детские вещи. Хочу Насте купить новую футболочку. Посмотреть, какие тут цены, что тут чего. Футболка для девочки. Короткий рукав. Вот, 200 рублей. Нормально. Можно выбрать. Посмотрю, есть тут размеры. Возьму. Недорого. Я смотрю, вот 92. Еще 98 попадается размер. А у Насти 122. И тут такого размера вообще нету. Значит, будем смотреть. Нету такого размера. 98 ей будет мало. Ладно. Мне сказали, что вот эти вот чуть-чуть постарше дети, это вот здесь. И я смотрю, у Насти размер 8. И здесь вот 10 выше, 14 есть. Или вот 6 и ниже. 5, 8. Вообще ни одной мне не попалось. Это что ж такое. 6 маленький, 10 большой. Что это такое? Вот 5, 14, 4 есть. Нету. Нету вообще 9. Ну-ка, посмотрю, что это за 9. А это не 9, а это 6. Это маленький. 119, а у нее 122. В общем, короче говоря... Ладно, нет так нет. Пошли дальше. В общем, короче говоря, для Настиного размера я что-то тут... О, какой халатик прикольнее. Ну, ей лучше в штанишках у меня быть. Халатик есть для девочек. Хотелось бы такие типа велосипедки, но не нашла. Или длинные штаны, или короткие шорты. Ну, такое у нас есть. Ладно, идем дальше, в общем. Пока есть возможность тут походить. Так, у меня вот список есть, но так все разбросано здесь. И вот ищи тот ряд, а там еще далеко до самого конца. Надо искать. Ой, зашла я куда-то в детское питание. Что тут? Ну, у меня соки есть для Насти. Мне соки не надо. В общем, сейчас быстренько еще промчусь. Надо уже выходить. Что-то мне как-то жарковато здесь. Вот хорошо, что есть вот эти наверху красные указатели, где можно прочитать то, что нужно, и найти тот ряд, который нужно. Ну, сейчас вот буду читать, смотреть. Видите, вот утром в субботу, кстати, очень хорошо, что людей мало. Можно спокойно походить, без шума, без всякого, не торопясь, повыбирать. Когда начинается тут уже движуха такая, что хочется быстрее сюда бежать, мчаться, галопом. То рано встает тому, как говорится, все хорошо получается. Так, спиртное не нужно, напитки не нужно. Все. Помчалась я дальше. Вот конфеты тут. Конфеты раньше были в другом месте. Ну, тут давно я когда не была, то есть я недавно была, до этого я не была здесь, как и давно в Ашане, именно в самом Ашане. За это время уже перестановку сделали. Уже не там все стоит, где я привыкла искать. Так, ладно, пошла дальше. Кстати, вот зашла я в ряд, где специи, и вот я смотрю, морская соль, вот эта одна баночка стоит 187,99, да? А я купила 5 разных специй, 5 баночек за 228, да, по-моему, рублей. В общем, короче, я очень выгодно купила. Зашла за содой и смотрю, сода продается и в таких вот для выпечки, и вот в таких пищевая сода, в баночки. Даже не надо специальный контейнер для этого покупать. Классно. Так, ну ничего, что она стоит 53. Все равно мне надолго хватает. Зашла в отдел чая и растерялась. Такой огромный ассортимент. Я даже не знаю. Я, честно говоря, чай не особо-то любитель. Но иногда хочется какой-то чаечек попить. И, тем более, вот зима сейчас наступает, да, какой-то надо чай. Вот я не знаю. Так, черный, зеленый особо не люблю. Но я люблю там какой-нибудь с цветочками, с фруктами. Сейчас что-нибудь такое найду. Не знаю, вот этот вот хороший или нехороший. Так, что-то тут я вроде бы как остановилась на чем-то. Не знаю, не знаю, не знаю. Вот это мне интересно. Пять. Пять на пять. Тут ассорти. Разный чай. И с разными фруктами, которые мне нравятся. В пакетиках. Ну, не знаю, может быть, его взять. Я еще тут дошла уже в конце и смотрю. Для суставов, для сахара, для снижения веса печени, для глаз, для почек, для всего есть. Активность мозга, думаю, заряд бодрости. А что бы мне, думаю, для сна взять, елки-палки. Крепкий сон. Вот. Вот это вот я возьму. Вот это я возьму. А то мне что-то в последнее время сон прям мне не нравится. Совсем плохой. Вот буду заваривать на ночь. Мята, мелиса, лаванда. Ну, хорошо. Вот еще нашла такой чай. Чайный напиток. Перед сном. Вечерний. Недорого стоит. Вот тоже взять. Вот релакс еще есть какой-то. А вот еще чай за 66 есть. Крымский букет. Медовая липа. Успокаивающий. Успокаивающий. Зашла в сухофрукты. А тут такие смеси интересные есть. Разные. Столько всякой штучки. Ой, там и орешки какие-то. И изюмчик. И везде есть арахис. Арахис вообще не люблю. Но прикольно. Разноцветные такие. Смесь всего с орешками. Классно. Вот арахис такой. Такой, такой, такой арахис. Красиво смотрится вообще. Так, мне это не надо. А это что? Клюква сушеная. 578 стоит. Так, сейчас посмотрю. Что-нибудь. Вот орешки. Такие вот. Чищенные. Еще другие вот орешки. Есть такие. Так, ладно, погнала дальше. Так, чернослив сушеный. А это за килограмм цена. Понятно. Вот 214 рублей. Стоит вот здесь сколько тут. Так, финики. Арахис. Грецкий орех. 98, но он легкий. Фундук сушеный, чищенный. 1069 стоит за килограмм. Так, миндаль. Ладно, пошли дальше. В общем-то, мне здесь ничего такого не надо. В общем, короче, сейчас я возьму что-то из фруктов, овощей и уже пора на выход. Груши такое разнообразие, но я люблю, чтобы они были мягкие. Это твердые, это твердые. Так. Сезонные что-то не то. Вот эти вот вроде бы должны быть сладкие. Вот это должно быть сладкое. Вильямс, наверное, вот эти груши. Так. А это Аббат. Аббат. Ну, они твердые еще. Тоже они когда спелые, хорошие. Ну, вот такие цены на груши. Все, девочки, набрала. Первый раз я там, где вот эта вот касса самообслуживания, первый раз я там сама прощелкала. Хотя, в общем-то, уже не первый. Первый раз это я пощелкала в этом, в Икее. А в Ашане вот тоже попробовала. Нормально все получилось. И теперь буду сама. Самообслуживаться буду теперь. Так, все, иду на остановку. Дома покажу. Набрала опять два пакета. Ну, я ж люблю вот это понабирать, знаете. Все, что нужно. Ну, все нужно, потому что. Все, я дома. Приехала. Сейчас покажу, что я купила. Набрала, девочки, чаев. Вот этот успокаивающий чай. Чабрец, ромашка, мята, лаванда. 20 пакетиков. Чай вечерний перед сном. Ну, это, походу, детский. Ну, 20 пакетиков тоже, я думаю, что тоже состав приблизительно одинаковый. Еще вот такой крепкий сон. Мята, мелиса, лаванда. Написано майский, но там видно травка. В общем, травку будем пить перед сном. Ароматный напиток из мяты, мелисы и лаванды. Перенесет вас в атмосферу спокойствия и блаженства. Вот так вот написано. Хорошо. Ну, и вот такой чай взяла фруктовый. Пять разных вкусов. Я люблю фруктовый. В общем, вот такой чай взяла. Обычный чай, черный, зеленый. Я не люблю. Так, ну, взяла я соду. Взяла два таких маленьких пакетика. Настя приходит, бывает, хочет молочка. Вот как раз по стаканчику. Дозировка хорошая. Взяла свой любимый йогурт. Ну, я тот, который делала, допила уже. Вот этот мне нравится. Такой он хорошенький, жиденький. Ну, а там с пакетиков буду делать. Еще попробую с другого молока. Вот по акции было. Вот творог такой взяла. Чернослив без косточки взяла. Вот этот подешевле, недолго стоит. Ну, как бы нормальный. Так, пакетики еще такие взяла для завтрака. Взяла немножко перца. Еще надо будет дорезать в морозилку туда, в мой контейнер, чтобы полный был. Груши взяла, огурчики и шампиньоны. Ну, и взяла вот еще контейнеров. Вот таких четыре штуки. Это, я уже говорила, да, там по 70, по-моему, 70 с чем-то стоит. Вот это по 50 рублей. Он пониже. Ну, четыре штуки такие взяла еще. И один взяла большой, такой вот, как ведерочка. Ну, это вот для Насты сладости сюда все сложу, чтобы они все лежали в одном месте. Ну, в общем, эти баночки я буду распределять уже потом. Сегодня ничем уже заниматься больше не буду. Я устала, проголодалась. В общем, хочу отдыхать. На улице жара. Белье мое уже высохло. Время пол первого. Ой, бабочка какая-то тут летает. Время пол первого, девочки. На улице так жарко, тепло. Я в автобусе ехала, и там бегущая строка пишет плюс 24. Все в куртках. И раздеться вроде как бы не хотят уже, потому что одеты. Ну, конечно, если далеко не ехать от дома, то можно и в свитере сходить, выйти в магазин. Но ветра нету, и едва-едва дует. Хорошая погода, вообще классная. На улице сейчас классная. А, еще ж я Насте футболочку купила. Вот такая футболочка. Ну, тут вот размер от 119 до 130. А у Насты 122 рост. Это восьмерочка. Ну, 199 рублей стоит. Трикотажик такой взяла я. Свеженькая пускай будет. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот мы съездили в Ашанг, погуляли. В общем, я уже устала, конечно же. Проголодалась, как всегда. И сейчас я уже ничего больше делать не планирую. Сейчас переоденусь, пообедаю, лягу и буду отдыхать, смотреть телевизор. Но когда отдохну, тогда уже какие-то дела буду делать. Не знаю, это будет сегодня или, может быть, уже завтра. В общем-то, я никуда не спешу. Времени полно. Я завтра тоже свободная выходная. Вот, ну, поэтому я видео сейчас заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, девочки. И следующее видео уже не за горами начну. И увидите, что будет дальше. Заходите на следующее видео. Уже буду показывать, что я буду делать дальше. Ну, и все. Пока-пока всем. Субтитры сделал DimaTorzok